Всем привет, вы на канале VSD. Сегодня мы сравним две крутые тачки из глобальной обновы. BMW M5 F10 и Dodge Charger. Поставим на обе тачки Sport Plus и проверим, какая машина быстрее и лучше в управлении. Хочешь такой же гелик, как у меня, скин Vlada A4, эксклюзивные аксессуары, вип-статус совершенно бесплатно, тогда вводи мой промокод, хэштег VSD, играю я на Айс-тервере, ссылка на BlackRush есть в описании. А еще прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит конкурс на 500 рублей, успей поучаствовать, ссылка в описании. Обе машины для этого видеоролика сегодня мы будем брать в донате, потому что в автосалонах их уже давно раскупили, но в донате их бесконечное количество. Dodge Charger у нас стоит 2500 доната, то есть 5 миллионов вертов, а BMW M5 F10 2550, то есть она у нас стоит 5 миллионов 100 тысяч. Цена примерно одинаковая, ну и если смотреть по стоковым характеристикам, то у Dodge у нас скорость максимальная 310 км в час и ускорение до сотки 4 секунды. И то же самое у нас у этой машины, у BMW M5 F10 310 км в час и 4 секунды ускорения до сотки. То есть абсолютно одинаковые машины именно в стоке, ну теперь нужно проверить как они едут на спортплюсе. Может быть это одинаковая машина, просто с разными модельками. Начнем мы с Dodge, по внешке у меня вообще никаких вопросов, к BlackRush нет уже очень давно, они делают очень крутые модельки и внутри тоже все выглядит очень классно. В управлении это просто идеальная машина для каких-нибудь нубов, которые недавно на BlackRush, тут никакого дрифта, то есть ее совсем не заносит, по крайней мере на стоке. То есть очень удобно ездить и если вы только начинаете играть в BlackRush и у вас каким-то образом появилось столько денег, 5 миллионов, то обязательно покупайте эту машину, но мы еще не пробовали Бэху. Ставим на нее спортплюс, одна деталь будет стоить 270 рублей доната, ну и получается все 5 деталей, то есть чтобы полностью поставить на нее спортплюс, нам придется потратить 1350 рублей доната. Все, я приехал на место, где мы можем замерить максимальную скорость и думаю она здесь будет очень высокая. Главное, чтобы нас не остановило, вот эта вот анти-EPP зона и уже 300 километров в час, то есть это огромная скорость для машины за 5 миллионов вертов, 385 километров в час, получается ее максимум разогнать. Я, честно говоря, не особо разбираюсь в машинах, какая сколько едет, но мне кажется это очень хорошая скорость для машины за 5 лямов. Напишите в комментариях, может быть есть машины, которые едут намного быстрее, за деньги такие же или даже дешевле. После просмотра этого видео переходи в описание и смотри не менее интересную рубрику «Путь Фомы из уникальных тачек». Там мы развиваем семью, живем на рублевке, добавляем только уникальные машины из Блэк Пасса и из Доната, то есть те машины, которые нельзя купить в автосалоне. Ну и много всего интересного, автокейсы, конкурсы, захваты, в общем обязательно посмотрите. Вторая машина это BMW M5 F10 за 2550 доната, мы ее покупаем, давайте ее сразу перекрасим в какой-нибудь красный цвет, чтобы потом не ехать докупать его и на нее у нас уходит последний мой донат. У меня прям останется на спорт плюс и практически останусь я без доната. Внешне выглядит очень круто, конечно дождь мне понравился побольше, но это тоже неплохо. Единственное, что диски тоже перекрасились, но это мы потом исправим. Ну а по салону тут тоже самое, в принципе все сделано качественно, но у доджа также я бы ему отдал бал. Тут лично ваше мнение, какая машина вам внешне больше нравится, такую вы и берете. Как мне уже не раз говорили, что эта бэха прям ликвидная тачка, то есть ее можно хорошо продать на БУ рынке, тем более если я поставлю на нее спорт плюс, но я продавать ее не собираюсь, я просто коплю тачки у себя. Опять же ставим на нее спорт плюс, тут он будет стоить прям чуть-чуть дороже, то есть все 5 деталей нам выйдут в 1375 рублей доната. Управление тут как будто абсолютно такое же, но по крайней мере мне так кажется, может быть я ошибаюсь. Готов замерять максимальную скорость у этой бэхи, напоминаю, что додж разогнал максималку до 385 км в час, ну и надеюсь, что эта бэха покажет лучший результат. 200 км в час, уже почти 300, как будто она разгоняется помедленнее, или мне только так кажется. 350, 60, 70, 80, 385. То есть она едет абсолютно так же, получается на спорт плюсе, и в стоке они едут абсолютно одинаково, у них одинаковый разгон плюс-минус. Короче, можно сказать одинаковые машины, и тут только оценивать внешне, какая вам больше нравится. Вот такие вот две получаются одинаковые машины, единственное, чем они отличаются, это внешка. И она мне больше нравится вот у этой тачки, ну и кроме этого багажник у них тоже разный, у нее 400 кг, а у этой бэхи 370. Выбирать только вам, какая машина вам больше нравится, пишите в комментариях. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!